Хронология наших дегустаций такова, что у нас так сложилось. Последовательно были вина Армении, у нас были вина Грузии, и сейчас у нас потрясающий вина Молдавии. Молдовы, Молдавии, то есть мы прошлись практически по бывшему Советскому Союзу. Посмотрите, какая красота. Вин с таким дизайном, да еще золотой медали у нас ни разу не было. Значит, у нас сегодня Молдова, у нас сегодня продукция компании Imperial Win, и в виде уникальных моментов. Первое у нас Limited Edition Pinot Noir, ограниченная серия, с корковой пробкой. Вот такая вот красотень. И второй вариант, это у нас, собственно, Merlot. Это у нас купаж Merlot и молдавский автохтон Rara Niagra. Rara Niagra, естественно, мало кто из вас об этом знает, слышал. Вот, ну, я-то знаком, я, грубо говоря, в свое время собаку съел на молдавских винах. Плотно этим занимался, ну, минимум 20 виноделин через меня прошло. И это было, ребята, крайне интересно. И это во многом, ну, это намного даже ярче, я бы сказал, чем, уж извините меня, виноделы, и Грузии, и Армении, Молдова впечатляло. Ну, правда, я был, что называется, разборчив в своем выборе. Так, значит, еще раз, вот такая красота, супер-мега-дизайн, супер-мега-дизайн, вот с такой амфорой, она немножко откололась от хранения, но смысл понятен, значит, Limited Edition, с такого потрясающего классного качества, классного качества корковой пробки, натуральной корковой пробки, в хорошем сохране, хорошего качества. И Рара Негра у нас тоже от Империал Вин, прессованная. Значит, здесь написано, что это у нас премиум, премиум Red Wine, то есть это премиальное вино. Это лимитированное, но, судя по пробке, не знаю ценник, не знаю ценник, это подарок от Империал Вин. Спасибо большое за подарок. Насколько я помню, адрес, склад-магазин, Империал Вин – это Москва, котельники, а вот Дом-20, что ли, боюсь ошибиться. У нас пробочка потом пойдет в коллекцию. Так, посмотрим. Значит, честно, это вино лежало, 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 лежало в погребе, ну, год два, какой, до пандемии, наверное. Года два оно лежало. Значит, 21 розлив. Нет, подожди, если 21 розлив, как оно могло лежать? Нет, вру вам, но года, да, полтора-то точно. Полтора года, лежало в погребе. Посмотрим, насколько интересно. Значит, пино-нуар, да. Значит, взяли мы опять риск, да, значит, алкоголь в обоих вариантах 14. 14. У нас по пино-нуарам, по молдавским, молдавские, точнее так, у нас на обзорах уже был молдавский пино-нуар из пятерочки. Из пятерочки плай, вы его знаете, видели. Плай, ну, там за 380 рублей, а здесь вот такая красота. Посмотрим, насколько интересно. Взяли правильный пино-нуаровский бокал. Все сделали по-честному. Посмотрим, как высокий алкоголь здесь сыграет. Вот, соответственно, рары-няграя. Красный сорт винограда. Мерло. Ну, посмотрим классический бокал. Так, ну что, поехали. Значит, из бутылки был очень интересный аромат. Очень интересный, очень тонкий. Что-то было такое засахаренное, сухофруктное, изюмистый тон. Но сейчас интересный, интересный, но явно смягчился. Чуть ниже средний по интенсивности. Наверное, какая-то клубничная нота. Приятно ягодно-клубничная. Может быть, чуть ваниль, чуть пастилы. Пастилы, пастилы, как называется, ванильная пастила, да. Мягенький, приятный нос, приятный нос. Здесь нос некой усредненной ягоды, чуть пыльный тон. Ягода нейтральная. Наверное, ну, вот как мы говорим, мерло, да? Вот мерло. Ну, это что-то, наверное, мерлошная какая-то тема. Ладно, носы, в принципе, не сильно интенсивные. Значит, 14 алкоголь. Ну что, поехали, волнуемся. Давно Молдавию не брал. Ценник не знаю. Но есть такое ощущение, что возможно, что это возможно по 1000 рублей. Но не факт. Не знаю, не уверен. Проверим. Так вот, да, Пино Нуар у нас был из пятерочки плай, мы говорим, да? Ну, что вы там хотели за 380 рублей? Там, собственно, был такой Пино Нуар и не Пино Нуар. В общем, непонятно чего. Достаточно плотный, достаточно с характером. На Пино Нуар, естественно, не похож. Мы говорим, это вам не Бургунди за 10 тысяч рублей. Есть Пино Нуары и дешевые. Поехали. Imperial Win Limited Edition Пино Нуар Молдова. Очень интересно. А, да, у нас это, значит, резерв, да? Резерв. Значит, я напишу описание под видео. Скажу вам честно, скажу вам честно. Я обычно по субботам снимаю видео. А сейчас приехал, приехал, и чего-то... Ну, приехал достаточно рано, и вроде не очень устал после работы. И решил так спонтанно в охоточку снять. Вот сейчас вечерний, скажем, выпуск, да? Немножко поторопился. Привет, Александру Шишканову. Александр, приветствую. Мы опять с декантерами, с аэраторами. Привет, Александру и его поклонникам. Еще раз, я настаиваю, да, что мы пользуемся, естественно, декантерами. Потому что в данном случае здесь прописано ОК. Написано где-то здесь, да. В общем, French Oak Barrel, значит, здесь выдержка и обозначение сзади есть. Что выдержка в дубовых бочках французского дуба. Поэтому, естественно, мы аэрировали, да, дадим подышать. Но вот я к чему, что я сознаюсь, что, а мы говорим, что все-таки, конечно, хотя вот у нас вышел уже выпуск по, вот только что недавно, в прошлый выходной, вышел выпуск по, позапрошлый, выпуск по армянскому вину Воскини. Воскини, да? Пино, нуар, ну, в смысле, не Пино-нуар, арыни там был, да? Так вот, арыни, кстати говоря, такой интересный момент. Арыни я переаэрировал. То есть, совершенно классный был образец, но аэрация его длительная чуть сгубила. Она была у меня часовая, 50 минут. Вот конкретно для этого вина, который у нас было, надо было 20-минутную обязательно дать подышать. Шикарный вариант, но аэрация достаточно 20 минут. Здесь у нас, соответственно, сейчас прошло 15 минут аэрации или 20, да? То есть, типа, недостаточно. Возможно, и вино еще не продышалось, но я еще раз глоточек сделаю. Очень интересный образец. Ну, может быть, вот по моей первой реакции вы увидели. Значит, в принципе, как и положено Пино-нуару, достаточно полупрозрачный вариант. Это нормально для Пино-нуара. Хотя, да, да, но при этом здесь 14 градусов алкоголь. Очень интересное ощущение, очень интересное ощущение. Я как раз настроился, наверное, это мозг работает, да? Он настроился, мозг настроился на высокий алкоголь. А по ощущениям алкоголя здесь, что называется, немного. Немного. Ягодный вариант, реальный ягодный вариант. Вариант, наверное, все-таки он клубничный, наверное, он какой-то, какая-то ягода. Послевкусие достаточно, ну, среднее, это точно. При этом, как-то, есть сластинка, сластинка, по ощущению, где-то 4 градуса. Как раз вот этот женский вариант, да. То есть, очень мягкая, ненавязчивая, со сластинкой, с хорошим послевкусием. Но есть ощущение, вот, почему пино-нуар, вот они специфичные, конечно. Очень редко их можно встретить, вот, очень их достойные. Вот, где их найти достойные пино-нуары, реально, это беда. И у нас, и у всех это реально очень большая беда. Пино-нуар, очень тонкий момент. Есть ощущение, опять, некого водянистого тела, водянистого, какого-то ненасыщенного. Алкоголь здесь точно не чувствуется. По ощущениям, здесь алкоголя 11, 11, то есть, даже не 12, а 11. Но интересный вариант, он очень загадочный. Вот пусть он сейчас подышит, подышит. Блин, я скажу, вот, сейчас наверху с ним подумаю, ну, почему же он такой легкий, и почему там 14 градусов, хотя там, может, даже 10,5, я бы сказал, 11. Но интересный вариант, неоднозначный. Но дизайн, дизайн бомбический, в подарок. Это просто, блин, классно, это просто бомба. Ладно, поехали. Значит, сейчас, наверное, будем считать, что, значит, этот полупрозрачный, да, полупрозрачный вариант. Здесь потемнее, поплотнее, мутноватый. Ну, в хорошем смысле слова, с визуально, может быть, даже с малой фильтрацией, я бы сказал. Какой-то пурпурный еще оттенок. Так, рубинчик. Ну что, значит, у нас это пропорции не знаю. То есть, это на Смерло и Автоктон, Молдавский, Рара, Нягра, что большая редкость. Вздрогнем, немножко волнуюсь. Пыльный нос, пыльный тон немножко ушел. Ну, такая ягодка, осталась какая-то средненькая ягодка. Ну, поехали. Премиум Red Wine. Ценник не знаю. Не знаю ценник, посмотрим, что за премиум. Imperial Win. Ну вот, интересный экземпляр. Интересный. Как я вам обычно говорю, да, что, как называется у нас вина, мы говорим, бывают какие они, бывают. Аккуратные вина, да, вот что меня бесит, да. Аккуратные вина и интересные вина, да. Обычно закамуфлированы какие-то темы. Под этим закамуфлирован обычно некий брак для меня, как я говорил. Вот я сам говорю, значит, интересный вина, да. Опять же, когда кавист или сомелье хочет впарить клиенту, значит, вину, он говорит, что вино, вы знаете, вино интересное, да. То есть, ему, например, это не сильно нравится, но, например, человеку, ты наливаешь ему в бокальчик, и он говорит, как вам вино? Вот лично вам как самому, спрашиваю у сомелье. Он говорит, знаете, очень интересное вино. То есть, такая интересная, обволакивающая такая момент. А почему? Да, потому что вдруг клиенту, несмотря на то, что, грубо говоря, там вода какая-то, клиенту понравится. Говорит, какая легкая, интересная, легкая, неструктурированная вино. Понимаете? Поэтому камуфляж. Нет, здесь интересное в чем? Что есть, да, есть, наверное, ощущения. Во-первых, здесь есть некий характер. Значит, по ощущениям вино, да, значит, где-то с ценника, да, по ощущениям вино, наверное, стоит рублей 900, наверное, да. Больше нет, я бы не дал. Характер здесь есть. Здесь, вот в отличие от этого момента, кстати, как говоря, выдержка в дереве, будь бочковая, здесь она не прописана, не знаю. Но есть тонинчик, возможно, тонинчик как раз рара-нягра. Рара-нягра я помню, в чистом виде его тоже пил. Здесь есть его тон, точно, чувствуется. Вероятно, здесь процентов 30-40 его. Ну-ка, еще разочек. Да, значит, такой, да нет, в общем, я бы сказал, такой живой тонин. Такая шелковица, черная рябина. По ощущению, тонинность такая приятная, она есть. Вот у меня сейчас, напишу в аннотации, я сегодня руколу купил. Причем, руколу купил магазинскую, и руколу купил, называется, рукола Подмосковья. Она выглядит совершенно по-другому. Она такая жирная, такая, у нее лист такой широкий, длинный. Она реально ядреная. Вот я сейчас два вида, никогда их не смешивал, два вида рукола смешаю. И с помидорочками черри вот это все, значит, чуть-чуть моцарелки туда добавлю. Вот посмотрю, прокатит ли это вино по характеру или нет. Значит, да, есть некий тон рара-нягры, да. Как его описать? Это специфическая горчинка, может быть, опять какая-то дикая клюква. Дикая клюква в горчинку, не в кислотность, в горчинку. Может быть, это даже тон некий, ну, не соврать, черного горького шоколада, да, шоколада, слегка. Но в целом два образца. Может быть, опять террорность? Террорность, вот, кстати, может быть, напишу. Потому что по-русски, а, кстати, тут нет надписи, что круто. Это прям Молдавия, Молдавия. То есть нет надписи на русском языке, что круто. У нас до этого в прошлое воскресенье был, посмотрите, выпуск по грузинским винам. У нас там тоже самое, это подарок от Вадима. Вадим, еще раз приветствую. Был подарок от Вадима. Это родные были вины из Грузии, из Грузии прям доставленные. Тоже английский, английский и родной, соответственно, молдавский. Там грузинский язык был. Никаких вмешательств россиян не было. Так, значит, да, некая террорность. И есть некое, все-таки, ощущение некой водянистости, да. Опять, ну, не то, что негативно, нет. Некого, может быть, это все-таки, несмотря на премиальность, может быть, это, хотя так не бывает обычно, но виноградники с повышенной урожайностью. Но, как правило, виноград с таких урожайников не идет для создания премиальных вин и limited edition по определению. Вот такая штука интересная, вот, надо покопать. Да, в общем, некая скожесть в этих винах есть. Да, да, сластинка есть. Сластинка, в общем, я пойду еще раз покопаю, подумаю. Вот. Во что же они превратятся? Вот приятный, да, ванильный тон, может быть, бочковая тема. Опять немножко какой-то спонтанный, блин, сбитый получился выпуск. Ну, не обессудьте. Еще раз спасибо большое компании Imperial. Да, вот так что интересно. И вот наша же любовь, наша, вы знаете, любовь нашего канала к нашим медалям золотым. В данном случае здесь золотая медаль брюссельского конкурса. Да? То есть один из самых знаменитых конкурсов в мире, как известно. И причем, да, еще, смотрите, опять такой лейбак, может, даже это металл, что ли. Сохраню его. Grape Angel. То есть совершенно крутейший дизайн, плюс медаль. Поэтому я пойду копать. И спасибо вам огромное за внимание, дорогие товарищи. Пока.